На улице 9 мая многолюдно. Ждали губернатора. Главе региона рассказали, как тут было раньше. Сторожилы вспоминают, нормальной дороги и тротуаров здесь не было никогда. А на Щебенке в дождливую погоду из грязи приходилось вытаскивать не один десяток машин. В этом году проблему решили. Длина нового участка – километр. Все улицы сделаны. И Тимирязево, и Воронежское, и Леонова, и Сиренево, и 9 мая, и Тимирязево, и все-все-все. Еще очень много. Еще много, но тем не менее беломестный наш возрождается. Он у нас как отец родной. Щебеночка уже не подходит. Да. Уже не принимает. Не приливается. В селе Ростынь губернатора тоже ждали. Населенный пункт развивается. Недавно отремонтировали местный ДК. Но вот ФАПа до сих пор нет, жалуются жители. Медпункта 5 лет строили, никак не сделают. По бумагам пришли. Здание стоить, газ подводить. А медпункта и нетути. Медпункту быть, пообещал Андрей Клочков. Сейчас конкурс состоялся. Срок контракта у нас и условия, которые мы проговаривали с поставщиками, чтобы до сентября все сооружения уже стояли. Поэтому вот это лето у нас как раз большие работы не только у вас. По области в целом ФАП стояли. Рядом с Домом культуры проблемный объект – детский сад. Родители ждут, не дождутся его открытия. В селе около 60 дошколят. Один из пунктов визита губернатора – детский сад в поселке Ростань. Его в 2017 году начали капитально ремонтировать. Для окончательного завершения ремонта требуется еще вложить 3 миллиона рублей. К 1 сентября сад обещают открыть. Большая часть работ уже выполнена. Осталось доделать входные группы, пожарную сигнализацию, закупить мебель. Благоустройство ведется в рамках программы «Народный бюджет». Вместо ветхих беседок появятся современные и комфортные. Установят новый забор. Неухоженная пока территория вскоре преобразится. По срокам сколько? У нас срок много. Планируем в течение месяца закончить. Следующий объект губернаторской поездки – тоже своего рода детский сад. В коровнике на сельхозпредприятии «Сосновка» воспитывают будущих кормилец. Взрослые буренки дают в совокупности 8 тонн молока в день. Основное стадо дойное – 350 голов. С этого года мы начали восстанавливать ферму, то есть начали капитальное строительство. Предприятие занимается еще и растеневодством. В прошлом году урожай зерновых составил почти 60 сантиметров с гектара. Это прилично. В Сосновском сельском поселении умеют не только трудиться, но и отдыхать. Однако пока основное место досуга селян – местный ДК в стадии ремонта. Ходом работы Андрей Клочков остался доволен. Сейчас стоит задача по предложению жителей. Было высказано, что много еще есть желаний. Это касается и дорог, это касается социальных объектов, объектов инфраструктуры. И появилось предложение. 1 июля президент принял решение о проведении единого дня голосования по поправкам в Конституцию. Мы хотим предложить жителям в этот день совместить и определить те объекты, которые, по их мнению, хотелось бы включить в перспективы развития 2020, 2021, 2022 годов, для того, чтобы мы вместе с главами районов, получив эти наказы, по сути, включили их в плановую реализацию и с учетом приоритизации выполняли в ближайшие годы. Юлия Сабликова, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной». Можно даже. Можно даже. Да.